Покаяние, не знаете ли, и Бог почтил свой народ, почтил Езекию, почтил народ свой, Иерусалим, и ночью прошелся ангел по стану противника. Один ангел ночью прошелся, и что? Он там сделал такое, что ни одному там терминатору не снилось, ни одному там супергерою не снилось. То есть 185 тысяч отборных воинов, гвардия мертвая была, один ангел прошелся, представляете, 185 тысяч отборных воинов. Не просто пушечное мясо, которое вначале бросали на передовой, нет, а тех, кто шел сзади, тех, кто был именно профессионалом, их не стало, и армия дрогнула противника, и они ушли с позором, покинули. И когда евреи пришли к этому месту, они увидели что? Полное поле этих мертвых, погибших. Вот так вот, друзья, возлюбленные. И ангелы приходят с разными новостями. В числах рассказывается, что они пришли, серафимы пришли с плохой новостью, из-за робота. Потому что народ Божий, выйдя из рабства египетского, к сожалению, продолжал роптать. Очень опасная вещь, робот, недовольство. Великое, наоборот, приобретение, быть благочестивым и довольным. И великое несчастье, есть, ну, другая темная сторона этого стиха, будем говорить. Великое несчастье для верующего, быть неблагочестивым и недовольным. Великое несчастье. И вот в числах очень хорошая иллюстрация, очень наглядная иллюстрация. До чего-то будет все это. И из-за робота, ну, они, ну, так, грубо говоря, Бога достали. Представляете? Хотя у него божеское терпение, но даже это терпение, оно лопается. И хотя они вышли из Египта, они видели чудеса, знамения. Они кушали даже хлеб ангелов. Представляете? Люди ели хлеб ангелов не просто там насчитали, там, не знаю, какой-то хлебушек с других краев. С ангельских миров у ангелов тоже есть свой хлеб. Представляете? У них тоже есть свой хлеб. И они делились своим хлебом. Ангелы в шоке были, они тоже удивлялись. Как же так? Люди, гомо сапиенс, и они кушают наш хлеб, ангельский хлеб. Да? Бог повелел делиться этим хлебушком. И люди получали ангельский хлеб, который на вкус был таким, как лепешка с елеем, да? А в другом месте, как лепешка с медом. Вот, ну, как бы, старая еврейская традиция, как делают, наливают елей, ну, масло оливковое, да, мед, окунают туда-туда лепешку и едят. И говорят, вот как раз манна. Вот, напоминание о той самой мане небесной, ангельском хлебе. Так что, хотите попробовать, сегодня попробуйте вечерком дома в Кургусине немножко вкуса небесного ангельского хлебушка. Ну, а оригинал уже поедим чуть позже. Надеюсь, ангелы не будут против, если он поделится своим хлебушком с нами. Вот, но людям все не угодишь. Даже ангельский хлеб, этот ангельский пастфуд уже надоел уже. Они сказали, нет, нам нужно что-то такое, к чему наши желудки уже привыкли. Да, дайте нам мясо, там, начинь, там, начинь, да. Но из-за ропота, что произошло, друзья? Ангелы жалили, серафы жалили. Жалили народ Божий. И спасения не было. Я говорю, что на самом деле, если бы, вот, как многие проповедники считают христианские, что там были обычные лишь змеи, то, как бы, на самом деле, не такая была и страшная ситуация. От них можно было бы реально отбиваться. Но так как, почему весь народ позабил? Потому что ужас был сверхъестественный. Потому что поражение было сверхъестественное. Это были серафы. А от них уже не отобьешься. От них уже не отмашешься. Друзья, и в 3 главе Иоанна, помните, да? Вот можно, стих тоже вместе прочитаем, слушайте. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 15 стих. Ну и 16, как это само прием. Золотой стих, прочесть нам вместе, да? Начало, по крайней мере. Вот, значит, 15 стих. Нет, а раньше, 14 стих. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. Дальше. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дальше вот самый золотой стих. Да, мы называем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вечную. Аминь. И Иисус говорил, что, как Моисей вознес змеи в пустыне. Если правы еврейские древние лукователи, что там идет речь о Серафах, то для меня это еще большее напоминание, как раз указание на крест Иисуса Христа. Потому что издали Сераф, он мог напоминать только лишь крест Собою Иисуса. двумя закрывая лица свои, двумя закрывая хвосты, или ноги, и двумя летая. И издали он мог напоминать как раз именно крест. Вот это вот как раз изображение, получается, Серафа, напоминало Голгофский крест Иисуса Христа. «Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Господь, за все! Благодарю тебя за великую твою любовь, которую ты доказал. Отдав Сына Своего за нас, чтобы всякий верующий в тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь! Аминь!» И вот, братья и сестры, когда, я говорю, есть деформация, есть реформация, во времена Иоанна Гуса было нечто подобное. Представляете, как бы приезекии, во времена Иезекии, когда началась реформация, то впоследствии пришли враги, и они попытались уничтожить, вот, ну, нагадить на чистом, попытались уничтожить дело Божье. И вот, когда Иоанна Гуса сожгли на костре, казалось, все с реформатором покончено, но вся Чехия, ну, маленький народ, но гордый, они заявили, что они выходят из безбожного тогдашнего Европейского Союза под властью этого антихриста тогдашнего Папа Римского. Вот, и они заявили, Чехия, что мы не будем подчиняться вот этой ревидиозно-мафиозно-коррумпированной структуре, которая паразитирует на всей Европе. И что произошло? Конечно, то, что Чехия заявила вот подобное, это было, конечно, воспринято как бунт. В то время религиозно-мафиозная структура паразитировала на народах, буквально как вот Иоанн видел в откровении когда-то в древности, что блудницы, сидящие на водах многих, а эти воды многие, это есть народы, буквально все к одному исполнилось. И эта система, она была, ну, система паразитом. Действительно, золото со всей Европы стекалось в Ватикан, и все это как сквозь песок уходило. И против Чехии был объявлен крестовый поход, внутренний крестовый поход. Обычно мы вспоминаем крестовые походы, которые были на восток. А это крестовый поход внутренний, европейский. И было заявлено, что кто убьет хотя бы одного Чеха, получит там прощение грехов. Все имущество Чехов отдавалось на разграбление, кроме десятин в казну Папы Римского. Все остальное раздавалось, пожалуйста, было для грабежа открыто. И вот собралась огромная армия авантюристов, интернационалистов. Потому что там собрались головолезы со всех стран фактически. Испанцы, португальцы, французы, германцы, итальянцы. Очень разные народы. Рыцари со своими армиями и километровыми обозами пустыми. Потому что намеревались они грабить добро и вывозить в свои страны. С этой маленькой Чехии. Такая огромная армия собралась в чехии бороться с реформацией, что на всех даже почек не хватило. То есть больше, чем все население Чехии вместе взятое. Представляете, какая армия. У Чехии своей армии не было. Да, был Янжишко, он тогда был молодым генералом, руководителем дворцов и стража, охраной королевы. И все. Были отдельные рыцари со своими, конечно же, солдатами. Но своей большой армии не было. Одним словом, дни сочтены, казалось, были Чехии. Но что сделали Чехии? Был объявлен, королева чешской был объявлен пост и молитва. Три дня королева распорядилась. Она сама постилась и распорядилась проститься всему народу. Даже животным распорядилась проститься. Перестали кормить животных, чтобы они тоже вопили небесам. Буквально как в Миневии, будем так говорить. И люди постились, молились, смирялись, зная, что обречены на заклание. На убиение. И сама королева делась в простое платье и была на площади дворцовой со своими приближенными. Тоже смирялась, молилась и простилась пред Богом. И собралась армия во главе с Яном Жишкой. И, конечно же, они были малочислены. У них шансов было ноль. Даже 300 спартанцев отдыхали. Это небольшая армия ополченцев. Они пришли к предполагаемому месту сражения. Они пришли умирать. Они шли умирать, но шли умирать восстойно, чтобы дать бой. И каково же было их удивление, когда они увидели там на границе Чехии и Германии огромное плато. Нас туда возили на экскурсию, показывали это место. Оно похоже, кстати, на Армагеддон, на долину Мегидо в Израиле. Очень похоже. Только фаворов на планету. А так буквально один к одному. Огромная долина такая. И эта вся долина была полна трупов. Армия крестоносцев была мертва. Сверхъестественно. Но там, правда, не ангелы поражали. Хотя, возможно, и ангелы. Точно неизвестно. Но официальная версия такая, что когда был там разбит последний привал, крестоносцев армии там расположились, в этой долине, то генералы стали делить шкуру с неубитого медведя. Они стали делить, чем будет Прага, чьи будут предместия, чьи будут замки. И они забыли, что еще они не завоевали Чехию. Они схватились за мечи. Всем показалось, что их там обделили и прочее. Значит, взялись за мечи, их оруженосцы. Они стали драться. И к этому времени, ко времени этого первого привала, вот эта интернациональная армия мародеров и грабителей, насильников и убийц, они вдруг потеряли согласие. Они стали, вот эта межнациональная у них вражда началась, зависть друг о другу. И когда генералы с оруженосцами схватили за мечи, то эти армии там тоже взялись. А это, мол, лягушатники, а это покородники, ну так грубо говоря. Короче, взялись за мечи и стали лупиться. Стали биться друг с другом. Вот. И бились день, бились ночь, армии обескровили. Они истребили самих себя. Остатки вот этой малой, огромной армии с позором бежали, потому что им показалось, знаете, у страха глаза велики, им показалось, что там огромная армия чехов подходит. Хотя и в помине их не было еще, даже близко к тому времени. Вот такая история, друзья. Слушайте, это уже не ветхозаветные времена, это уже новозаветные времена. Бог и сегодня тот же самый. Господь Бога и сегодня тот же. И удивительно, в истории, вот, брать Яна Жишки, Яна Гуса, Ян Гус, он был обычным священником, традиционным, так, католическим священником, но путь от традиционализма к такому евангельскому христианству, библейскому христианству, у него был очень непростой. И простые истины, евангельские истины стали открываться. И ко времени уже Мартина Лютера, ко времени Кальвина, Цвингли, ко времени Аннабаптистов, и других течений реформации 16-го столетия, вот эти простые истины, они вдруг действительно открылись миллионам, миллионам верующих, очень разных народов, разных культур, разных традиций. Слава Богу! Друзья, братья и сестры, так что, вспоминая героя веры, сегодня я хочу Бога поблагодарить за все, за все, за все, потому что он сегодня благословляет свой народ, сегодня совершает все его чудеса. Последних 16 лет я живу верой, вот воскрешение Церкви, православной богатой Церкви. В протестантском мире в основном идет речь о пробуждении. Вот, я молюсь о пробуждении протестантской Церкви. Слава Богу! Я присоединяюсь к этим молитвам и в Москве, когда проходят, и в Питере, и в Тургии, и в городах, когда участвую в этих молитвах, я присоединяюсь при великим удовольствии и молюсь о пробуждении протестантской Церкви. И действительно, многие уснули, и пора просыпаться Но если брать православие, наше православие, то пробуждение невозможно у нас Нам настолько возможно воскрешение, потому что сон бывает разный Есть сон, как у Лазаря, который уже смерден уже Вот это другой сон Это тоже сон, но уже смертный сон Это уже, знаете ли, то же самое деяние Духа Святаго Только, конечно, чудо, когда ты просыпаешься Вот ты уснул, допустим, да? Лег И вот утром ты проснулся Ну, это чудо, оно происходит постоянно Поэтому мы к этому привыкаем и воспринимаем как само собой разумеющееся Хотя это не всегда у людей происходит Проснуться Засыпают люди некоторые и не просыпаются Вот я много таких случаев знаю Вот, но это чудо, оно постоянно происходит Как, допустим, много других чудес они происходят Но они, из-за того, что они постоянно происходят Они, как вот во времена исхода Хлеб ангельский ели Ну, первую неделю бы удивлялись Ну, месяц, ну, два Ну, и что? Ну, ангельский Ну, и ладно Ну, и как лепешка съели с маслом Значит, ну, и что? Ну, и что с того? А нам сейчас чесночка бы, значит, там, мясо, мясца бы, там, что-то еще Знаете, вот, ко всему привыкает человек Даже к самому святому И, как вот Маяковский говорил там Очень правдиво сказал, что слова у нас ветшают, как платье Действительно, изнашиваются Вот, будьте здоровы Да, слава Богу И я знаю, что сегодня исцеление происходит Потому что ангелы Божьи сейчас здесь И они приходят с не только Вот с какими-то еще новостями В том числе приходят с исцелением Я знаю, что они приносят от Бога ответы Исцеление Поэтому, если кто-то из присутствующих сегодня нуждается в этом исцелении Благословении Я знаю, что, ну, как вот проповедники некоторые говорят Хорошо, что ты оказался на правильном месте, да, в правильное время, да? Но это правда Это на самом деле В правильное время, в правильном месте оказаться Это, ну, многого стоит Знаете ли, люди просто этого не понимают порой Это очень важно, на самом деле Вот И, а порой, представить страшно мне теперь Что я иду, открыл бы дверь, да, и все Вот где там бы оказался бы И что бы получилось Что бы произошло Вот так вот И поэтому, когда мы находимся в присутствии Бога Это самое правильное время и самое правильное место Я так скажу Присутствие Бога Это самое правильное время и самое правильное место И сегодня это здесь, друзья, братья и сестры Вот, и Молюсь о воскрешении И о пробуждении Как написано Помните, Павел писал Встань спящий, воскресни из мертвых И осветит тебя Христос И для спящих пробуждение Проснуться Тоже чудо Но для мертвых Тоже чудо Но воскрешение уже Воскреснуть Я уже рассказывал Свидетельствовал Здесь также В церкви О том, что вот 16 лет назад Чуть больше 16 лет назад Когда Впервые Вот Было воскрешение из мертвых В моем служении До того я не молился никогда За воскрешение мертвых И Считал, что Вот пусть занимаются Эти бонки Что-то еще Вот им с собой Заниматься Где-то в Африке Где-то там В Латинской Америке Где-то в Англии Китае Вот как бы Там благодатная почва Как раз для Вот этих как раз Чудес проявления У нас как бы В принципе Как бы думаю В этом особо Нужды или нет То как бы У нас уже И как перепроповедано Перепроповедано У нас Немного Другая Другая специфика Работает Вот Ну Так утрирую Конечно Утрирую Но примерно так Вот размышлял я Честно говоря Если бы мне Трудно сказал Что мне придется Воскрешать мертвых Я бы не поверен Никогда раньше Вот Пусть занимаются этим Особые Специальные люди Какие-то Вот Сегодня я Конечно Уже Иные опыт Определенный Говорю Что Это Для всех верующих Для всех верующих Абсолютно Для всех Вот И Знаете И Я Тогда Когда произошло Это воскрешение Мальчика Вот 16 лет назад Чуть больше уже 16 лет В третьем году Весной третьего года Когда Было ДТП И мальчик Подросток Он на мотоцикле Значит И вот ДТП Он без признаков жизни Мотоцикл Не подлежал Восстановлению Такой Сильный удар По этому мотоциклу Вот И Мальчик воскрес Слава Богу И Потом Он был Очень быстро Исцелен Когда скорая помощь Забрала его То Ну Врачи не видели Воскрешение Врачи видели Уже воскрешшего Мальчика Но они Считали Что они До больницы Не довезут Потому что Он был Ну С ранами Врач сказал Раны Не совместимы Жизни Один стол Вот У него Загер Был череп Вскрыт Как Переспелый Арбуз Трескается Костя Нашлись И там Мозги были Вот И врач Думал Что мы До больницы Не довезем Его Ну Я ж не спорил Да и некогда Его погрузили Увезли Я понимал Так Что если Бог его Сейчас воскресил На дороге То Не за тем Чтобы он Умер Где-то Сейчас В пути Думаю Какой Хотя бы поломанный Хотя бы Там Покаличенный Но живой По крайней мере Живой Вот А потом уже Через несколько часов Общение с милицией Ну полицией Общение Уже Больницы Потом У следователя Кабинете Вот Уже прошло Достаточно Долго Времени Не знаю Сколько часов Ну много часов Прошло Может часов Даже Прошло Потому что Долго Затянулось Это очень долго Я узнаю Продолжение Этой истории Оказывается Мальчика Пока везли его С места ДТП В больницу Везли минут 15 Я так рассчитал Примерно По времени Думаю Ну 10 минут Может 15 Максимально 15 минут Ехали Вот За это время Мальчик был полностью Исцелен То есть Кости Каким образом Срослись Кожа срослась Как будто Не рвалась даже Вот И врач Скорой помощи Когда он беседовал Там Со следователем В моем присутствии Он сказал Это чертовщина какая-то Вот Но он сказал Что это не была Как массовая галлюцинация Потому что Все это нам не могло Показаться Пресниться Потому что Кровь оставалась Свидетельством на мальчика Что это все было на самом деле То есть Но когда мы кровь смыли Кровь проверяли Мальчик кровь Ничья такая Другая кровь Это именно его кровь была Вот Когда кровь смыли Там ничего не нашли Ни царапинки Ни чебошинки То есть Она бесшовно сорослась Как будто не рвалась Ничего У него голова не трескалась Вот И А хирург Конечно Хирург Он был Просто в шоке Он не видел Конечно Того Что видел Врач скорой помощи Но Он Он Объяснял Что Когда мальчика При нем Гогола Раздевали Он сказал так Что Как будто Такое ощущение было Как будто По дороге Его переодели В чужую одежду Потому что Судя по одежде На нем Должны быть Многочисленные Подреждения Но Под одеждой Ничего не было Все было чисто Ни синяков Ничегошинки А пока Его раздевали И щупали И Так вот Трогали Всего То Значит Там эти медсестры Санитарки Были очень возбуждены Такие Наш медперсонал С такими глазами Значит Все это Рассказывал Потом Врачи были Сдержаны Так вот Все Повествовали А вот Санитарки Медсестры Прям Такое Сарафанное радио Расстрезвонили Еще по этим По корпусам Что чудо Такое Батюшка наехал На пацана А тут Как с гуся Хоть бы что Хоть бы царапинка Какая была Вот Значит Мотоцикл Не подлежал Восстановлению Вот Может потом Когда Осмотрели Медицинеры Так Сказали Что Все Вот А пацана Бог поднял Хотя Интересно Когда Медицинеры Смотрели Место Происшествия Они Сказали Мне Тогда Что Ну Это Батюшка Великальный Исход Не первый Год На дороге По Всем Приметам Гриндовского Тим Да Вот Где Ваши транспортные средства Его транспортные средства Где там Тело лежало Ну У пацана Шансов нет Один из слов Покойный Но я говорю Не в морг А в реанимацию повезли Ну Поверьте Ненадолго Это реанимацию Потому что Мы уже Не первый год На дороге Там Особенно Капитан Мы с ним Потом познакомились Общались Долго После того Сергея Шкура Мой теска Вот Значит И Он Значит Он был просто в шоке Уже потом уже Когда Спустя Сколько часов Я его видел Уже там Были из приятных Следователей Видел Капитана Он Взрослый человек Мужчина Стоял Значит Там Спасибо Стоял там В коридоре Знаете Как будто Мальчик Потерявшийся В супермаркете Вот действительно В растерянности Потому что Вот мальчик был Да Но он целый Невредимый Хоть бы что А хирург Почему был в шоке Потому что По ходу Всего этого Осмотра Мальчику Задавали вопросы И хирург узнает От этого пацана И говорит Да Ты у нас лежал Уже в хирургии И мальчик подтвердил Что хирург Не ошибся На самом деле Лежал он в хирургии У них С переломом Связано было С мотоциклом Падение Вот Но явно Не его транспортное средство Вот И Но Когда делали снимки Вот здесь Хирург был Просто Он сказал так Очевидное Но невероятное Очевидное Но невероятное Следователю Он пояснил Врач Сторопомощи Пояснил так Вот это происшествие Что Как бы у него Тогда В первый раз Хорошо не зажило Но на снимке Должен был след отстава Перелома Не бывает дешевого Срастания кости Вот Не бывает Хотя он уже Все заросло У него заросло Он уже Ходил в школу Гонял снова на мотоциклах На техмобедах Этих таких Вот Но Врач сказал Что должен быть след Обязательно Но Не было Не только следов От новых переломов Но и от старого Не было Никакого следа Потом Уже Уже поздно вечером Уже были другие врачи С теми я уже не знакомился Да и Честно говоря Не до того было Вот Я был замешан С женой не тьми Значит Мы же все вместе Ехали Все ползу рулем Вот И стресс Догонял Я потом Где-то год После этого Когда Ехал То Если меня Кто-то из мотоциклистов Обгонял Или Пересекал У меня аж Все аж холодело После этого Знаете Больше года Я не мог Нормально реагировать На мотоциклиста Который обгонял Меня Допустим Я прям Холодел Меня стресс Догонял После этого Очень долго Жена колено Повредила При торможении У детей Были сагины Царапины А жена колено Повредила Довольно серьезно Полгода Болела И лечилась Дорогая терапия Была Очень Вот Знаете ли Остановление тяжелого Было А оставил пацана Как с гуся Да Хотя бы хоть что-то Хотя бы хоть что-то Осталось Понимаете ли Вот И Дальше Ну Потом были другие Случаи Воскрешения Конечно еще более Зрелищные были Случаи С девочкой Которая упала Там не только В нем мозги Вообще Выблились Вот Значит там Просто их С асфальта Собирали То есть Ну это Труп Просто труп Врачи потом признались Что Ну матери Признали Что значит Они Подсоединили К аппаратам Не верили Ее исцеление Просто поддерживая Просто жизнедеятельность Органов Организма Вот Но Никто не Даже профессор Который делал операции Этой девочке Потом Он признал Что Это точно Бог Говорит Вы идите В храм Свечку поставьте Женщину Потому что Это точно Бог Потому что Делали операцию Но она никак не повлияла На то Что произошло Он объяснял Через месяц Девочка Ходила в школу Ну правда С этой штукой Это еще Там Не расстолен Но Там вообще Было Чудо Вот Другое чудо Было воскрешение Проводницы Просто ехала В поезде В вагоне И Померла проводница Вот так Произошло Опять-таки Смель Ходит Детарядом Всегда И не знаешь Где что происходит И врач Констатировал Смерть Ну там Объявление Медицинских работников В наш вагон Вызывали Правда Я не понял Почему В наш вагон Потому что Я смотрю Вроде все Нормально Здравствуют Оказывается Проводница Туда А Где Отдел Проводницы Где Самовар Закрытая Дверь Была Они закрыли Чтобы не пугать Пассажиры Проказываться Вот А С проводницы Было плохо Признали Отравление Страшных Отравление Вот Ну там Конкретно Была еще Порча Дух смерти Конкретно Вот Она Отравила Самогонкой Согласно Мнению Врача Но там Была не только Самогонка Там Была Конкретно Порча Ну Бесовское Действие А Когда молился Там Воочей Было Все Вот И Когда Меня попросили Зайти Помолиться За ту Женщину Ну Они Знали Что Я Священник Я Я Суповесил Уже Там Общался Просто С пассажирами О том О всем О вере О боге Рассказываю Я люблю Знаете Есть Бла-бла-кара Это Бла-бла-черч Где-то В автобусе В поезде В троллейбусе Ну Где Оно По-разному Происходит Абсолютно По-разному В самолете Вообще Никому Денешься Вынужден Слушаться Уже Служить Человек И А это В поезде Общаюсь Ну Я там Своем Общался В своем Там Кублике Как Звое А с Другого Попросили Вы не могли бы Погромче Мы тоже Одним Послушали Пожалуйста Я Прибавил Громкость И Тоже Рассказываю Вот Значит И Интересно И Вот Эти Проводницы Одна С нашего Вагона Другая Откуда Еще Они Подошли И Сказали Что Попросили Вы же Батюшка Вы же Священник Можете Помолиться У нас Умирает Проводница Они Видно Заплаканы Но Старались Не показывать Вот И Когда Туда Пришел Дверь Затой Закрыли А там Все Пространство Это Полностью Забито Проводницами С разных Вагонов Они Сбежались Туда И Начальник Поезда Высокий Как Сау Наверное Отца На крышу Годячка И И Вот Тот Самый Врач Который Просто Вытеснулся Оттуда Прям С этого Купо Проводников Ну И Констатировали Смерть И Обращаясь К этому Начальнику Поезда Что Отменяйте Реанимационную Машину Ну Я Как Вызвали На ближайшую Станцию Вызывайте Трубовозку Короче А Женщины Когда-то Услышали Стали Еще Больше Плакать И Здесь Просто Не знаю Когда С Богом Молишься С Духом Молишься Вообще Молитесь Мы Не Можем Те Женщины Думали Я Отходную Сейчас Почитаю Но Я За упокой Не Молюсь Я Давно Не Молюсь С самого 96 Года Я Молюсь За здравие За Умерших Есть Пример Одной Молитвы Библии За Воскрешение Недавно Умерших Человек Одним Словно Женщина Воскрес Конечно Врач Вначале Смотрел На психа Посмотрел Когда Я предложил Молиться За Воскрешение Вот Потом Когда Воскресло Он Без Комментарий Просто Сам Устранился И А начальник Поезда Тут же Таким Возбужденным Голосом Останутся Опять Звонят А там Слышно Громкая Связь Звонит Говорит Отменяйте Труповозку Вызывайте Снова Реанимационную Машину А тут Голос Да что У вас Там Происходит Короче Чудо А ехать Еще достаточно Долго Было А женщины Каются Молятся Сами Я им пол слова Не говорил Даже Ни пол слова Не говорил Хотя Может Не помню Но не помню Как А я Со мной Она проводится Высокая Такая Женщина Она Сама Взяла Достает Пачку Секрет Ее Прямо Так Яростно Скручивает И топчет Ее Сама Другая В чем-то Еще Кается Такие вещи Называют Приличные Люди Обычно Приличные Такие вещи Не называют Они Понимаете А там Даже Самое неприличное Приличное Получается И Они Каются Каются Эти женщины Каются А та Женщина Которая Была Страшная Такая Пепельная Зеленая Непонятная И глаза Оттуда Как Фильм ужас Наяву А когда Она Очухалась Первое Что Глаза У нее Сюда Стали Обратно Приходить И Она Что-то Глубаве Попала Что-то Даже Сказать Потом Ну Сначала Была Еще Страшновато Была Такая А потом Все Лучше Шерва На Глазах Значит Один Слов Пока Станция Уже Была Она Уже Так Ну Бледная Болезненная Но Нормальная Даже Что-то Говорит Один Слов Даже Дали Отбой На Переанимационной Машине Вот Врач Этот Начальник Поезда Сказал Лежи Оставайся Короче Они Там До конечной Доедут Я так понял Она там Живет Вот И по месту В больницу Это ставят По месту Ее жительства Короче Вот А через Две станции Эта женщина Уже Розовенькая Красивенькая Разносила Чай Ходила Разносила Чай Правда Этих Еще Три станции Не надо Было С ними Ехать С Репутацией Еще Творцы Ехать Очень Сложно Потому Что Люди Добрые Шарахаются Значит И Как Это Ну Я Я Сам Честно Говоря Каждый Раз Когда Происходит Воскрешение Я Сам Шокен Честно Говоря И Как Тут Еврей Порой Верю Господи Помоги Моему Не Верю Вот Я Понимаю Что На Маленькое Чудо Нужна Большая Вера А На Большое Чудо Вообще Не Нужна Верю Маленькая Вера Вот Понимаете Как Непарадоксально Это Звучит Потому Что Жена Порой Говорит Ты Вот Поконника Воскрешаешь А Простуду Не Можешь Исценить Вообще Я Не Знаю Мне Не Хватает Я Стою Верю Молюсь Пост Беру И Все Лепра Врачами Диагностировала Лепра Ее Должны были Отвести В специальную больницу Где Эти страшные Болезни Содерживаются Исцеление Было Зафиксировано Кументарно Потом Проверяли Перепроверяли В областном Вначале Потом В столицу Возвели Тоже Эти Анализы Пришли Отчеты Что Никакой Лепра Нет Чистой Кожи Она Вся Старожилищная Морщинистая Кожа А вот На том Месте Где Была У нее Лепра Это Просто Молодая Кожа Но С рубцами Такими Как бы Как напоминание О том Что у нее Была Вот эта Страшная Болезнь А думали Вначале Что просто Часовка Другие Болезни Понимаете Господь Совершает Действительно Чудеса И от нас Он не требует Звезд Неба Срывать От нас Не требует Он Огромной Какой-то Сильной Веры Ну Может На маленькие Какие Один Слов Он Требует От нас С горчичным Зерном То есть Совершенно Маленькая Вера Для больших Чудес Не нужна Большая Вера Маленькая Вера Самая Ничтожная Даже Просто Дай ему Шансы Все И он Совершает Вот Потому Что Это Не Наше Благочестие Или Что-то Еще Доктрина Или Что-то Еще Нет Это Его Милость Его Любовь Его Благодать Его Слава Богу Вот И Когда Первый раз Вот тот Шестнадцать лет назад Было чудо воскрешения И исцеление Очень быстрого Но я тоже Конечно Видел И до того Исцеление И В том числе Связано Тоже Исцеление Переломов Заживление Быстрое Тоже Но не на такой Степени Чтобы там За 10-15 минут Ну Понимаете Для меня Это Тоже Было Такое Тоже Верю Господи Помоги Моему Верю Вот Но С другой Стороны Для меня Это было Уроком На всю Жизнь Потому что Когда мы Ехали Обратно Уже То Я слышал Голос Знаете Я не псих Я не слышу Голосов Вот Но В тот День Я слышал Голос Реально Уже Ночь Уже Фактически Голос Вот Как будто В машине Резко Громко Музыка Включили Я вообще В машине Не люблю Громкие Музыки Я обычно Включаю Очень тихо А это Как будто Резко Громко Музыка Включили И Голос Говорил Громко Но Самое Удивительное На другой День Когда мы Общались Уже Женой Я узнаю Представляете Она Ничего Не слышала Хотя Была Со мной Не спала Она Ничего Не слышала Я не мог Поверить Я переспрашивал Специально Может быть Хотя бы Какой-то Шум Дополнительный Слышала Ну не знаю Хоть что-то Дополнительное Ничего Не слышала Вот Это Я был В таком Удивлении Потому что Это было Так громко Я думал Это далеко За машиной Слышно Далеко За моей Машиной Слышно То есть Я ушами Это слышал Не просто В духе Не просто Это В сердце Как бывает Многократно Как у Любого Нормального Верующего Бывают Подобные А здесь Это было Громко И это Громко Три раза Меня спросил В голос Ты это Видел На все Мои вопросы Вопросом Я не мог Ничего им Ответить Я только Что-то Продумнил Такое Знаете Где Все Красноречие Это надо Вот Ничего Не мог Им ответить Только Да Господи Что-то Такое И все Мне бы Самому Правда Кто ответил Что же Это было Вообще В тот День Понимаете Я сам Был В стрессе Вот И Три раза А потом Третий раз Спросив Меня Фактически Не дожидаясь Уже Моего Никакого Ответа Тот же Самый Голос Так же Громко Сказал Так Вот так Будет И с церквью И все И вот Куда Ушел Куда Пришел Куда Пришел Куда Ушел Вот Уже Больше 16 лет И Хотя Честно Говоря Бывает До сих Пор Еще Воспоминания О том Стрессе Того Голоса Живет Бывает Вот И честно Говоря Я теперь Как бы Если честно Не хотел бы Чтобы слышать Голос Потому что Это сразу Ну скажу так Слышать Голос И сразу Несколько лет Жизни Можно точно Вычеркивать Сразу Скажу Это стресс Такой Сильнейший Стресс Просто Вообще Вот И Ну ладно Но Вот Этих 16 лет Я живу Верой В то Что Увижу Как Фоме Тому Неверующему Мне довелось Как раз Получается И Того Мальчика И череп Трогать Потому что Когда У него Было Здесь Все Открыто То Я Сам Придерживал Ему Косточки Придерживал Ему Опасаясь Но я Боялся Реально Боялся Что У него Кости Разойдутся Там Мозги Бываются А тем более Он же Пока Скоро Комощник Приехал Хотя Крови Боюсь Вообще По жизни Но Здесь Как-то Все Само Самое Как Не знаю Может В таком Стрессе Не знаю И сам Придерживал И сам Держал Его Чтобы Оберегал Ему Голову Сзади У него Спереди Была Голова Чистая А сзади Была Такая Вещь Вот И А потом Он был Здоров Через 10-15 минут Согласно Врачам Их Словам Они Говорили Что Буквально Через Там Он был Совершенно Здоров Совершенно Цел Хоть бы Что Вот И Я знаю Что Господь Бов Всемогущий Он Так же Силен Воскресить Свою Народ Воскрешать Даже Мертвый Даже Из камней Может Детей Авраама Делать Даже Там Где Называются Его Именем Но По сути Не являются Его Детьми Все равно Ради Имени Своего Он Совершает Чудеса И Я знаю Что Есть Имя Превыше Всякого Имени Имя Христа Нашего Спасителя Господа Нашего Спасибо Тебе Спасибо Господь Благодарю Тебя За Этот День За Это Собрание За То Что Ты Сейчас Среди Нас И Не Только В Наших Сердцах Но И Среди Нас Сейчас Спасибо Тебе Господь Спасибо Спасибо Драгоценный Бог Иди Господи И Ты Действительно Воскресение И Жизнь Наша И Без Тебя Нет Ничего Мой Возлюбленный Прекрасен 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 Тысячи Других Ведь Ведь Его Подобен Кедру На Подножьях Золоти Вот Он Он И Господь Гребен Царь Возлюбленный Гребен Гребен Вот Он И Дев Бог Мой Гребен Царь Возлюблен Гребен Мой возлюбленный стучица, Отвори, сестра моя, Время пения настало, Голубица чистая. Вот Он идёт, Господь грядёт, Мой возлюбленный идёт. Гряди, Господи Иисусе, благословен Ты, Царь наш, благословен Бог всемогущий, благословен Ты и Альфа, и Омега, и начало, и конец. Ты есть подлинно воскресение и жизнь наша. Благословен Ты, Господь, благодарю Тебя за это время великой реформации, восстановления, возрождения Твоего народа. Благословен Ты, Господь, Бог наш, давший нам жить в это время. Благословен Ты, Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала. Благословляю Вас, братья и сёстры, благослови, Господь, виноград сей, насаждённой Твоей рукой. Великий виноград, и благослови народ свой мир. Благословен стоит. Благословенье Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Аминь. Прошу помочь. Я тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою, за голову, за кровь. Я тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю. Просто я благодарю. Просто я благодарю. За голову, за кровь. За голову, за кровь. Благодарю. 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 Тебя, Иисус. Благодарю. 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 Тебя, Иисус. Благодарю. Просто я благодарю, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Иисус! Благодарю Тебя, Иисус! Благодарю Тебя, Иисус! Просто я благодарю, просто я благодарю. Твоя кровь меня очищает. Жизнь дает и грех смывает. Ты освободил меня, Жеку я собой любя, Ты омыл меня. Снега белей, белее снега. О, Иисус! О, Иисус! Любовь моя обезь мой! Моя кровь меня очищает. Жизнь дает и грех смывает. Ты освободил меня, Женку я собой любя, Ты освободил меня. Снега белей, белее снега. О, Иисус! Любовь моя любовь моя, Любовь моя обезь мой! Твоя кровь меня очищает. Жизнь дает и грех смывает. Ты освободил меня, Ж 화 bath! Жизнь дает и грех смывать. Жизнь дает и грех см Defence! О, Иисус, любовь моя обезло. 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 О, Иисус, любовь моя обезло.